Всем привет! Меня зовут Олеся, я представляю вам первый выпуск воронежского интернет-видеожурнала Underground Zone. В нашем журнале мы будем рассказывать о рок-группах, выступающих в нашем городе. В первом номере вы увидите интервью с группами Ого-Пого Липецк, Нордаймонд Москва, Саиф Москва, Анорсли Бразилия, Коливала Москва и группа Мистериал Орел. Также хотим поздравить наш любимый воронежский клуб Тарантул с трехлетием. Желаем им процветания, больше хороших концертов и неизменно полные залы зрителей. Оставайтесь с нами! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет! Интернет-видеожурнал Воронеж Underground Zone. Ну давайте познакомимся. Мы группа Ого-Пого из Липецк. Здравствуйте, живщики, для начала. А я Цвета Каяш. Это Саша. А я Дима. У вас новый сейчас барабанщик. Саша. Откуда у вас такое интересное название? Ого-Пого, насколько я знаю, и так называют Лохнесское чудовище? Нет, не Лохнесское чудовище, а его брата. Или сестру. С какого-то другого озера. С какого-то другого озера, да. Все окутывается. Короче, да, у нас есть Липецкое озеро, там живет Ого-Пого. В простонародье, да, в простонародье оно называется Липецкое водохранилище. или еще просто народ называется Липецкое море. Там оно и живет, собственно. Клево. То есть можно к вам смело приехать на рыбалку, да? Ты его не поймаешь. Оно поймает тебя. И съест. Тогда не поймут. Ну это понятно, что съест. В настоящее время, пару дней назад у вас вышел видеоклип. Смерть называется. И как бы не клип, а ролик, скажем так. Я не люблю такие работы называть клипами. Клипа у нас еще как такового вообще нет. У нас есть ролики там «Страх и боль», например, «45». Ну некоторые из них ротировались все-таки. Не, ну они на телевизор не попадали, конечно. Ну качество лично у меня не хватает назвать это клипом. Это все-таки ролики. Ну я посмотрел, мне, например, понравилось. Не, ну на вкус и цвет товарища нет. Это не вопрос как бы это. Вторая ваша новость. В настоящее время вы записываете пятый, по-моему, по счету, альбом. Сейчас прям записываете. Мы им занимаемся. Мы им пока не записываем, мы им занимаемся. Придумываем, скажем так. Да нет, 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 мы не придумываем, мы им занимаемся. Но у него есть название, да, «Не в могиле счастья». Сколько туда треков пройдет? Ну около 15, поскольку наши песни-то они всегда все короткие. То есть 2-3 минуты это вообще предел. Две это уже долго, а три это уже готика, как бы для нас. А как вы сами вот характеризуете свой стиль? Хоррор. Однозначно хоррор. Потому что в нашем стиле присутствует много всяких направлений из музыки. Мы как бы не стесняемся воровать и от альтернативы, и от металла какого-нибудь, и от всяких разных других направлений. Да, то есть мы в наших песнях там все это аранжируем так, чтобы было симпатично, мелодично и приятно слушаться. Ну насколько на нашей стиле. В наших песнях есть любое направление музыки. Поэтому если сказать, что мы играем по хоррор-панк или хоррор-метал, то будет неправильно. Мы играем просто по хоррор. Ну вот я, например, лично четыре раза был у вас на концерте, энергетика-привод. В этом все и заключается. Ты берешь самые интересные фишки мульти-музыки из музыки, всякие штуки прибамбасами чисто по музыкальному соотношению и все изобретаешь так, чтобы было приятно и драйвово и мощно. Максимально, насколько мы это можем. А текстами кто вас занимается? Тексты в основном мои. А музыка это уже все вместе? Ну, музыка, как правило, аранжировка идет общей группы, потому что я же не могу и за барабанщик, и за гитариста. Я приношу базу в группу какую-нибудь песню. Три аккорда, два аккорда. А все остальное вместе додумываю, все доделываю. А ОГО-ПОГа сколько? Лет 10 есть, да? Ровно 10 лет. Ровно 10 лет. И этому приурочен юбилейный тур, который так и не состоялся. Не в могиле счастья. Не в могиле счастья, да. Не, ну почему? Мы сегодня играем в Воронеже в рамках десятилетия, скажем. Да, у нас, скажем, в рамках десятилетия у нас проходит несколько, ряд концертов. Белгород, Рязань, Воронеж, Питер, может быть, даже на Украину съездим. Все в рамках этого же. Родной Липецк. Да, ну самое, что интересно, что-то на Хэллоуин в этом году мы нас не в спросе, короче. Нас что-то никто не захотел. А вот вы приезжаете в другие города, ну народ так же много приходит, так же сломится, вот как в Воронеже. Воронеже вас хорошо знают. Хорошо? Нет, ну мы ездим по тем городам, где нас хорошо знают. То есть смысл ехать, там, допустим, в тот город, где нас не знают. Это как бы редко случится. Допустим, если у нас там, вот в Рязани, вот сейчас пробуем, как бы, почву в Рязани, да, мы там много выступали лет, как бы, постоянно на всяких сейшенах, различных, рок-фестивалях, да, там, ну там, мы с Пилотом, мы с Королей Шу там выступали, там, мы с Мордор выступали, но я бы не сказал, что они такие мега известные, но тем не менее, как бы, у них в мире есть такое интересное. Королей Шу про российский мир? Ну, мы про Мордора, короче, шут. Ну, и так вот или иначе, как бы, хотим сейчас прощупать свою публику в Рязани. Вот, нам, как бы, Кришна помогает, дал им хороший день, там, поиграем, мы посмотрим, что там получится, что там получится. Вот за 10 лет, вот, с начала существования группы, ну, два, да, основных, только, вот, музыканта с тех пор остались? Это... Саша... А сзади еще один, Саша. Да, да, и нас все больше, больше. И мы выйдем с ним, а с 3, Саша. Я, 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 Яша тоже скоро станет, Саша. Нет, и Дима тоже станет, Саша. Что ты не доверяешь? Паспорт нам его поменять. А если вот так вот напомнить, может быть, не напомнить, а те, кто вас не знает, те, кто вас увидит, дискографию, помните свою? Ну, первый альбом, это «Лесные колбасные изделия», я могу, конечно, все песни сейчас пересказать. Нет, 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 трек-лес не надо, просто название альбома – год, так, чтобы народ мог арентироваться. Это 200 год, конечно же, но это наш первый альбом, это в стиле панк-рока самого настоящего, но с черным юмором, мы, как бы, изначально эту тему, как бы, двигали большинство песен в этом альбоме с черным юмором, вот. Второй альбом, он у нас вышел, называется «Театр ужасов», он, естественно, вышел, как бы, в концертном режиме, в таком видеолабе, в режиме лайв такого, мы писали в гараже его, и где-то там на концертах, короче, там более 15 песен, по-моему, вот. Ну, там разные песни такие, ну, их не очень приятно слушать, поскольку качество песен уже давно такое никто не слушает, ну, как или иначе, с ним можно познакомиться. Потом у нас вышел альбом «Кукла от», «Кукла от» уже мы записывали у себя на эфирационной базе, уже более-менее, посороонились с прошлыми альбомами, интереснее звучание, ну, и «Живые кости», который в 10-м году вышел, да? В 10-м году? Да, в 10-м году. Вот, его более-менее приятнее слушать. Сейчас мы изобретаем уже новый альбом, который хотим сделать уже, может быть, даже сделать «The Best», на самом деле, мы сейчас пока не знаем. Работы над всем этим материалом намного? Потому что у нас материала много, поскольку, как бы, мы не коммерческая группа, и у нас финансовый порядок наш стоит большой, как бы, и с нами финансовый вообще не дружит, поэтому у нас не получается записывать на качественных студиях, наше творчество. А вот эти вот альбомы, они выходили на каких-нибудь лайблов? Ну, это все, как это было, да херня, короче, не херня с этим, лайблов. Ну, человек захотел купить. Ну, понимаешь, диски издавались, но они… Ну, как бы, в любительском порядке, чисто для фаната, для фанатики, скажем так, да, то есть ограниченный тиражом для тех людей, которые, как бы, имеют какую-то ценность на диске. Потому что сейчас, в данный момент, на сегодняшний день, можно скачать в интернете любой материал, который тебе требуется. Фактически, вышел фильм, премьера фильма, допустим, идет сегодня, то есть через полчаса ты его можешь уже посмотреть, что он на экране, конечно, в плохом качестве, но так далее, иначе точно не будет. А что касается музыки, то это вообще как-то. То есть вы хорошо относитесь к тому, что ваши альбомы в интернете, можно легко скачать. Это сейчас такой способ продвижения и удобный доступ к формации. Это, как бы, прогресс определенный, поэтому, в принципе, с ними бороться смысла нет. Это не Россия, это везде так писать. Ну, человек с этим борется, а смысла нет, потому что в прогрессе он идет. Вот грубо, я послушал ваш альбом, я захотел купить диск, послушно хорошим аппаратурой, там, с большими колонками, то есть я могу вам написать, заказать и все четыре альбома получить. В принципе, да, но ты сам пойми нюансы, то, что как бы изначально все писалось, это на разных, в разных условиях, музыка писалась в разных условиях, поэтому все твои колонки, все твои, как бы, профессиональные музыкальные оборудования, можно, в принципе, особо и не ценить с нашей музыкой. Ну, мне это надо бы получить более качественно, конечно. Как бы просто, ну, на самом деле, в принципе, даже и на сегодняшний день особо за качеством исполнения наших песен мы не гонимся, потому что мы просто вот даем, как бы, материал, потому что наш материал, он, на самом деле, ну, как бы, душевный, да, то есть он залазит именно прямиком, в самом внутрь души, как бы, он не просто так, он что-то берет у человека и, как бы, цепляет по-своему, каждый берет для себя свое, там, вот. Кто с нами согласен, солидарен, ну, на качество не смотрит, он приходит на концерт и отрывается. А вы получаете удовольствие, хотите послушать и ходить на концерт. Да, это, скажем так, да, хотите послушать и поотрываться, ходить на концерт. Здесь мы звучим, там, более, даже, кстати, да, у нас концертные, там, выступления гораздо качественнее, чем наши записи в альбомах. Да, в том числе есть концертные люди, там, может быть, советчик. Солнце осветляет землю не напрасно, солнце греет землю не просто так, потому что ты живешь и ты здесь счастлив, хоть и могила ждет всех нас. Вот вопрос хотел следующий. По поводу концертного все-таки DVD, у вас же были какие-то задумки. Так оно будет, ну, Влад, ну, что ты задаешь вопросы, которые ты сам прекрасно понимаешь, на них ответишь. Все, мы готовимся просто, как бы, соответственно, мы же тоже все, хоть и скелетоподобные, но мы, как бы, отвечаем за свою жизнь, да, там. У нас есть свои определенные обязанности, мы должны греметь костями в других еще ситуациях. То есть мы не можем сразу там все делать, мы делаем все поочередности, не крылья, мы просто не успеваем. Вот, а мы будем делать, как бы, все, ну, допустим, DVD выйдет, может быть, крестнее теперь. Он будет называться театром Макабра? Видимо, да, видимо, именно так и будет называться. Потому что уже все готово к тому, чтобы он так назывался. Основа Воронежский концерт. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Что бы вы хотели пожелать поклонникам своим, в Воронеже, в других городах, в своем родном Липецке? Быть тру, ходить на концерты. Просто делать то, что ты хочешь, не париться вообще, не брать никаких ни стереотипов, ни шаблонов для своей жизни, да и просто тусить и радоваться. Обживем один раз. Поэтому нечего сидеть дома, дома, да, просиживать штаны, надо приходить на концерты, прыгать, отрываться с народом, общаться. Если дома просиживать штаны, то очень много денег надо на штаны. Пиво не пиво там, ну просто так или иначе, надо просто что-то делать. На месте стоять нельзя. Если ты ничего не делаешь, ты ноль. Если ты даже сидишь за компом, ты ровно, да, кстати, любой человек, который сидит за компом, он представляет себе ровно ноль. Потому что он ничего не делает. Даже если ты какую-то там спам рекламу рассылаешь, то все равно ничем делаешь, потому что это ноль. Мы будем рады всех видеть, конечно, в конце. Один процент из ста, блин, реагирует на рекламу. Ну так или иначе, короче, надо всегда что-то делать. Так что делайте, делайте что-нибудь. Движение – это жизнь. Ого-бога, специально для Воронеж-эндеграунд зол. Есть. Движение – это жизнь. Как только ночь спускается с небес, я слышу голоса тех, кто здесь жил до нас. Я так хотел, чтоб не было войны, чтоб жили все они. Как мы живем сейчас, как мы живем сейчас. Спасибо, друзья. Движение – это жизнь. Руки, ноги пропадают. Дело, как сейчас все тает. Стою и вижу я картину. Опускают меня в могилу. Вот ведь и день прошел с моих похорон. И вдалеке лишь эстетий плачь. Иди и встань. Душа моя, упокинь меня. Оставь в покое тело мертвое. Я не могу всякий уйти. Остаться здесь я не хочу. Меня прости. Не хочу говорить об этом. Как выглядит гроб по телолетам. Я за собою наблюдаю. И вижу, как я исчезаю. И я и день прошел с моих похорон. И вдалеке лишь эстетий плачь. Иди и встань. Душа моя, упокинь меня. Оставь в покое тело мертвое. Я не могу всякий уйти. Остаться здесь я не хочу. Меня прости. Балее. Оставь в покое тело мертвое. Иди и бегут. ох 연киять в покое хворо. Иди и бегут. Продолжение следует... 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 Калюшечки, то есть, может быть, кавер-версии на какую-то звездную группу? Кавер-версия. Мы играем кавер на катаклизм, группу катаклизм, песня Лак Энджелос, выпивку, да, сегодня мы ее тоже снимем. Давай приколюшку у нас от барабанщика, который выкрикивает что-нибудь из-за барабанов по концерту. Там, например, дальше играют только за водку, и что-то в этом глухе. Сейчас мы как бы экспериментируем с жанрами, смешиваем все подряд и все, что только можно. Все, что вообще несовместимо, как бы было, считалось их совместимой хуймой. Да, абсолютно креативная музыка получается. Так как мы все более-менее разную музыку любим. Не, ну рэп с металлом уже крестили, ну что сейчас можно уже? А с нас можно чего угодно сейчас ожидать. Даже вот эта новая песня, которая будет в следующей неделе, это уже будет сюрпризом, потому что там тоже есть такие места, то есть совместили как раз и совмещаемые. Я думаю, это будет сюрпризом для многих слушателей. У нас не было такого раньше. Да, такого раньше не было еще. Потому что где-то кто-то это делал, но пока мы этого не делали. Музыка получается немножко другая, интересная, живая. Нет однообразия музыки. Интересно слушать в каждый момент времени, да, человек находится в каком-то напряжении, да, слушает. И темы меняются, заново достигаются, так сказать, кульминации в каждом моменте. Ну вот возвращаясь к тексту, у вас тексты на русском языке, кто у вас пишет и вообще о чем? Тексты я пишу. Пишу, грубо говоря, о том, что меня вдохновляет, либо то, что я прочитал в каких-то книгах, какие-то темы такие развивает. То есть альбом концептуальный, да? Альбом на самом деле концептуальный. Там есть идея своя. Если хотите, могу сказать, что это идея. В общем, идея о том, что основная, главная мысль этого альбома, то, что лучше вообще не рождаться, чем жить в таком мире. Значит, там начинается с того, что аборт первой песни у нас на альбоме рассказывается о том, как человек как бы родился, но он уже мертвый, то есть произошел аборт. Вот. И дальше в этом альбоме описывается все его странства по, значит, не в параллельном мире, а загробным мире. И как он это наблюдает со стороны, то, что творится на земле. И в конце он осознает, что это хорошо, что он вообще не родился. Я хотел спросить у вашего вокалиста. В тот раз, когда вы приезжали, была фигурочка. Об этом. Новый год прошел. Да. Ну, скоро будет новый год. Так что, сегодня что-нибудь тоже ожидается? Что-то такое? Хлубин. Хлубин. Да, может быть что-то там. Мне кажется, что мой наряд каждый раз меняется, ровно красивый. Я вот сегодня буду вот так. Вот это мое пожелание, я так хочу. Как вам, например, баронежский клуб «Таранто»? Очень, очень, очень классный звук, очень классный прием. Мне вообще все нравится. Да, очень, очень. Узовно все для музыкантов сделано, и для слушателей, и для музыкантов. Я считаю, я всегда всем, кто спрашивает, в каких клубах ты любишь, я в первом очереди, в первой списке, у меня как раз клуб «Таранто». Я просто лучшего пока не знаю. В Москве, конечно, тоже есть клубы, но как-то там и так все удобно, как здесь делают. Но еще очень по дизайну очень замечательно, как художник был взгляд. Очень интересно. И бар. И бар. Лучшая площадка, в общем-то, на всем юге России, мне кажется. Может, я просто уберусь в семье, поэтому это вот такая звучит. В общем, мне очень нравится то, что звук не кажется. Ну, ты уже не первый раз проезжаешь, потому что ты приезжал в составе «Блэк Торна» был. Ну, я раз-два в «Блэк Торна» проезжал. В общем, помню, помню, когда мы снимали такое дело. Что бы вы хотели без исключения пожелать поклонникам тяжелого урока? Слушайте «Нур Дайвун». Да нет, слушайте вообще не «Талос», давайте с другом. Не заморачивайтесь на определенных стилях. Слушайте все, что близко к душе. И пытайтесь сами делать для музыкантов. Не зацикливаться надо для музыкантов, я пожелаю. Это даже уже больше для музыкантов. И для тех, кто еще не стал музыкантом, а становитесь музыкантом – это здорово. Группа «Норд Даймонд» специально для «Андеграунд Зон». Группа «Норд Даймонд» специально для «Андеграунд Зон» Групп «Норд Даймонд» Группа «Норд Даймонд» Групп «Норд Даймонд» Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы записали диск В пасте безумия Где вы можете с ним познакомиться На данном видео Олег, группа Мистериал Специально для Воронежа Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Подряд, друзья! Подряд! Привет, мы группа Сэйф. Привет. Привет. Хотим представить наших участников барабаны Константин Макатинов, гитара Александр Самин, Стас Ломакин вторая гитара, Виктория Беликова вокал, Майя Кучумова вокал. В каком стиле вы играете? Нью-метал или хардкор или смесь? Мы не любим вешать какие-то ярлыки на себя, если все-таки привязывать... Если в общем то металл. Да металл мы имеем. Металл. Альтернативный металл такой. Безграничный. А какой уж там бастилию это решать? Без привязки. Это решать случайно. Тяжелая такая музыка ведут. Пускай сами спорят и думают. Металл 12 металл. Сколько вам лет? 10 металл. 10 металл. 10 металл. 10 металл. 10 металл. Буквально недавно выпустили четвертый по счету альбом. Тесту про это. Смотрите, новый клик будет на днях. Ну, в ближайшее время. Отравленный пиццовой. И интернет-ресурсов он доступен. Можно скачать. На сайте, сайте, в контакте. А так, собственно, да. У нас 4 альбома. Первый был альбом с названием «Прощим тебе жить». Второй – «Мегаполис». Третья – «Копилка грехов», которую мы сводили, кстати, у Анси Кипа. Человек, который сводил Children of God in Finland. И вот четвертый альбом. Наконец, разродились мы. Все-таки мы его родили. А на какие клейбы выходили ваши альбомы? С Мазаром мы сотрудничали свои альбомы. «Саундэйч», «Мистик Эмпайр», «Мазар Эннс». Да, мы с Мазаром долго сотрудничали. «Мистик Эмпайр». Сейчас решили, что… «Вольное плавание». «Вольное плавание», чтобы слушателям было проще. Мы выкладываем в интернет. Тело мы там перерезаем. А потом, кто хочет купить писк. Ну, мы говорим, мы спространим. То есть правильная позиция, чтобы в интернете народ познакомился. Кому понравилось, то да, купили как купили. Да, да. «Вольное плавание» «Вольное плавание» «Ну, а, например, вот клип вы сейчас снимаете, а вот DVD думали?» «Можно и DVD, просто у нас как-то все по плану. В мае, июнь выпуск альбома, сентябрь, и сейчас тур. Сейчас, да». «Следующий шанс не исключено. Можете, сделаем и дурфическую пластину, или выступление». «Он тоже не видимо». «Сегодня у нас только второй день тура, поэтому у нас еще…» «Упереди еще шесть концертов. по городам России». «Сейчас в активе, собственно, участвуют в этом туре. У нас с собой мерч, футболки. Сделали специально к туру именные медиаторы, сейфы. У нас с ней показать». «Я все раздал». «Дизельные плакаты, то есть, как бы, собственно, подготовились всем инструментами, мерчем, силами, самое главное. Вот сейчас, как бы, на поиске…» «И да, впервые за долгое время сделаны были майки. И они продаются, они отныне продаются». «Сегодня очень отлично прошел концерт». «Ну, Воронеж первый раз, да, Витя?» «Да, Воронеж первый раз». «Ну, Воронеж хорошо воспринимает песню». «Прекрасная публика, был прекрасный концерт». «Очень классно было наблюдать, когда слушатель вместе с тобой повторяет все слова от начала до конца песни. Действительно классно. Воронеж. «Одача была хорошая, Воронеж. Да, просто супер! Респект, уважуха, да! Бритя, ну, ура!» «Так что, мы вернемся в ваш город. Обязательно. «Сорви! Повязку! Отлично! Сорви повязку с Клауш!» «Э-э-э-э, меня слышно?» «Э-э-э-э, меня слышно?» «Э-э-э-э, меня слышно?» «Раз два, раз два». «Воронеж, я вас не слышу!» «Нет, слышим вас, Воронеж!» «Э-э-э-э-э. «Э-э-э-э, меня слышно?» «Э-э-э-э-э, у нас – вы, я kommit!» «Э-э-э, вы говорите, что у нас было бы?» Мы понимаем, что нам так надо Потому что у каждого свой фронт Допустим, Майя — это весь чистый вокал Больше скрима У меня кролл Где-то бэки, подпевки И поскольку каждый занимает своим фронтом Это фурор Для нас естественно, что у нас два вокала Мы же друг друга не можем Ни петь, ни играть Восплоченный коллектив Именно с теми участниками Которые есть в данный момент Но изначально на всех четырех альбомах Вот вы и первые, да? Нет, изначально была только Вика На третьем альбоме пришла я в группу Это альбом «Копилка грехов» Где появилось больше чистого вокала Больше партии чистого вокала То есть была потребность уже Во втором вокале Именно при ЦМАе И мы отлично сработали Появилась потребность в новой творческой единице Майя ввелась наш коллектив На втором альбоме И вот половина творчества Мы поработали с Майей Чуть несказанно рада Потому что она пришла Очень много интересных идей И в ней с последней симбиоз У нас очень хороший получился Еще хочу представить Костю Мы с Константином знакомы Потому что он декабрь приезжал в составе группы «Симпл» Мы снимали этот концерт Мы с ним знакомы Ваш бас-гитарист тоже нам знаком Это бывший музык от Элидианс То есть мы тут с ним тоже столкнулись Кстати, Элидианс тоже играет в группу «Симпл» В общем немало известные у нас музыканты В группы «Симпл» играют А «Симпл» «Сохрани»? «Сохраните» «Боже спаси» «Сохрани Россию» Ну, собственно, основатель группы у нас Александр Савин Он и назвал группу А на крупных фестивалях вы выступали? Были на «Маусе» Это нашествие в Тверской области У нас был первый фестиваль Играли ребята На «Бэкшоу» еще играли Большой фестиваль Летом планировали На следующем фестивале В будущем году будет и Кубана будет и все остальное Мы планируем, надеемся Планируем, надеемся, да Очень хотим Мы все знаем, что сделаем, что зависит То есть ваши ближайшие планы На следующий год, значит, записать новый альбом По счету, правильно? Участие в группе «Симпл»? Я считаю, что на следующий год Нет, на следующий год не знаем Мы все это время будем заниматься пиаром Это пластинки У меня много положено силы, энергии И творческих потенциалов Поэтому людям будет, чтобы послушать Пластинки разносторонние Поэтому все мероприятия направлены сейчас На продвижение сиротинского массы Потому что еще не все успели послушать Все прошло несколько месяцев Не все города обкатались с этой пластинкой Поэтому мы как раз сейчас знакомимся в стадии Глипы Донести людям города пластинку Отпустились к фестивалю Это концерт планы Это после того, как мы всем людям расскажем, что есть о гайпластинку Мы не слушаем То есть я с меня не исключаю Может, мы так и не пульсируем Да, в общем-то у нас материалы всегда разносторонние То есть если третий альбом Это была немножко своя концепция Копилка грехов Сейчас альбом «Остапрета» Это в музыкальном плане другая тоже концепция То есть это больше возврат к армянкам К старой стилистике Но нам удобно Поэтому Почему мы и не вызываем себя Каким стилем определенным От альбома к альбому у нас Убавляется Потому что и песни разновременные Нельзя все песни нестиг к одному стилю Просто мы все делаем то, что надо И если это нравится окружающим Пусть называют как угодно Но если они слушают Это все Что бы вы хотели пожелать своим поклонникам И тем людям, которые вас еще не слышали? Тем, которые не слышали, послушайте И обязательно послушайте Если вы любите Все альбомы или начинают закрываться? Все альбомы Если вы любите тяжелую музыку То все альбомы разноплановые, разносторонние И в каждом альбоме вы найдете что-то с вами Хотя полную песню, но я думаю, для себя каждый отметим А нашим поклонникам, кто нас уже слушает и любит Приходите в наши концерты И встречайте нас так же как Поворонишь Будем обмениваться энергетиками И лучше Слушайте наши пластины И следите за нашим творчеством Стэй Тру Стэй Тру Стэй Тру Итал Сэйв с вами Сэйв с вами Итак, группа Сэйв специально для Поворонишь Underground Zone Итал Сэйв с вами Итал Сэйв с вами Итал на Сэйв с вами Итал сэйв с вами Итал Сэйв с вами Рыжу Воронежская видео и фотосъемочная группа проводит бесплатно видеосъемку металлических концертов в Воронеже от трех камер. Ваши видеоматериалы также автоматически попадают в DVD-сборник, выпускаемый нашей группой ежеквартально, а также в DVD-сборник украинского журнала TerrorRiser и в интернет-видеожурнал Dice Araya. Все условия по видеосъемке, получению видеоматериалов, а также по участию в DVD-сборниках и видеожурнале можно прочитать на нашей странице в разделе «Условия». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... И у нас ранее не было суппорта, как здесь, в Европе. Мы распространяем нашу музыку, наши идеи понемногу. Стараемся, чтобы о ней узнал весь мир. В интернете мало нашел о вас информации. То, что нашел, вот говорю, что вы существуете с 1998 года, у вас вышло 5 альбомов и один лайв альбом, да? И все они выходили не только в Латинской Америке, но и в США, Канаде, верно, да? Да, мы выпустили 5 альбомов за 15 лет. Мы выпустили альбомы для разных стран. Мы издавали материал в Перу, здесь, в Европе. А сейчас мы выпустили свой первый наш альбом в США и Канаде. У нас был тур почти по всей Бразилии, от самого севера до самого юга. И у нас был тур по всей Южной Америке, странах Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия. А сейчас мы хотим, чтобы о нас узнали все русские. Последний альбом вы писали в Польше. Какие он получил отзывы в мировой прессе? Когда мы стали издавать этот альбом, и когда записывали песни для этого альбома, мы хотели сделать все лучше, чтобы условия, звук, микширование, мастера... Когда мы думали о студии, которая бы записала нашу музыку, то есть, ну, наш стиль музыки, мы подумали об этой польской студии. Мы работали в ней в течение года, обдумывая, сочиняя и записывая целый альбом. И нам понадобилось десять дней, ну, почти десять дней, чтобы записать весь альбом. Когда мы закончили записи, я думаю, что у нас получилось достигнуть цели. Мы точно знали, что хотели, и сделали это. И он понравился народу, прессе и звук режиссеру. У вас были туры по Латинской Америке, а в Европе, в США вы выступали. Если да, то с какими командами, с какими группами? У нас был тур по всей Латинской Америке, Бразилии. А сейчас мы впервые здесь, в Европе. Наш первый альбом выпустили в США и в Канаде. Мы там никогда не были даже как туристы. И у нас не было, конечно же, там тура. Приходилось ли вам играть на крупных международных фестивалях? Там, Динамо, Опен Эйр, Вакен. Мы играли на значимых фестивалях в Бразилии. За пределами Бразилии мы играли в Эквадоре, также в Колумбии на больших фестивалях. Но именно в Бразилии фестивали были очень значимы для нас. Мы играли с Хэйт, Бехемот, Сепультура, Кризиум, Хэйт Этернл и с другими группами. В Бразилии мы были как суппорты. Вы хотите еще? Вы хотите еще? Я хочу еще! Зай! Помимо музыки, чем вы занимаетесь в жизни? Вот вы музыкой занимаетесь, хватает вам на жизни? Я заработаю музыкой почти 100%. Думаю, на самом деле это 90%. Это моя жизнь. Я работаю графическим дизайном, фотографиями. И у меня есть студия, где я микширую и записываю другие андеграундные группы. Драмат инженер. Помимо ударных, Винитир на 100% занят музыкой. Он профессиональный музыкант, также работает с бразильской поп-музыкой. Марселло занят тоже музыкой. Помимо этого, он работает в баре, в пабе в Рио-де-Жанейро. Этот тур российский, сколько он включает городов? Вообще, это ваш первый приезд в Россию? Да, мы здесь впервые, самый первый раз. Мы посетим 17 городов здесь у вас в России и на Украине. И у нас очень мало времени осматривать достопримечательности, но в дороге мы стараемся все увидеть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА а вот приезду в россию какие у вас ассоциации возникали когда вы слышали слово россия ну там водка медведи балалайка красная площадь перестройка лично у меня когда я слышу слово бразилия у меня сразу три ассоциации это значит сепультура карнавал рио-де-жанейро карнавал и много-много диких обезьян мы старались немного узнать о россии перед тем как приехать сюда мы знаем о революции о социализме коммунизме истории мы знаем немного о процессующей истории но пребывание здесь показало нам совсем другое совершенно другое мы искали в интернете смотрели видео читали тексты но оказалось все не так как мы думали но по-другому не лучше и не хуже просто по-другому но а Месяц назад к нам приезжали ваши земляки, даже с одного города Рио-де-Жанейро, Лацаратас и Карбонизат. Думаю, вы знакомы с ними, да? Удалось ли вам с ними пообщаться? Может они что-то вам рассказали? Да, конечно, мы знаем этих ребят. Мы встретили их в Рио-де-Жанейро. Я работал с этой группой, кажется, с 2007 до 2011 года. Я записывал эту группу, микшировал. Я был их звукорежиссером. Но сейчас, думаю, они идут своим путем. Я сейчас больше фокусируюсь на своей группе. Но мы все еще друзья. Что вы знаете о российской мета-сцене? Мы знаем несколько групп. Кавандиш, Нордаймонд. Мы старались немного узнать о группах, которые с нами играют. Но также мы знаем об Арконе. Очень замечательная группа. Мы знаем, что был концерт на Красной площади, где играла Пантера, Металлика. Это было в начале 90-х, когда Россия открыла для себя разные стили музыки. И некоторые великие метал-группы приезжали сюда с концертом в Москву. И я думаю, что здесь в России был старт метал-музыки. И мы знаем об этом. Наверняка. ハハ ave-руйка. ++ Убини, масло-жированные具 наody. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что сегодня это главный концерт И мы соберем все материалы вместе И сделаем такой вот DVD Мы также постараемся выпустить его здесь, в России Потому что здесь мы записываемся После выпуска этого DVD Мы планируем начать работу над следующим альбомом Придумывать, записывать С которым можно приехать в 2014 году Чтобы представить новые композиции, материалы И возможно сделать еще один DVD Ну, несколько слов российским поклонникам металла Нам очень приятно находиться здесь Потому что мы впервые в Европе С европейскими поклонниками Мы начали с Востока Может, это немного другое Но мы полностью довольны И для нас это быть честь Быть здесь Мы хотим сказать спасибо За то, что наша мечта Осуществилась Мы надеемся, что вы будете Слушать нашу музыку Обсуждать нашу работу И обсуждать нашу работу Мы надеемся, что вы будете Мы надеемся, что вы будете И, что вы будете И, самое главное, на самом деле Мы надеемся, что вы будете И, конечно, в этом году Мы надеемся, что вы будете Встречать этот DVD И встретить некоторые люди И встретить другие Много бэрсы И прекрасная комната Для нас это перфект Спасибо Зайвичи! 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 а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА